друзья всем привет добро пожаловать снова на наш канал я сейчас нахожусь в районе синтон здесь находится русское консульство ну и также консульство из других стран это вот такой популярный район так как сейчас зима все такое серое и не очень красивая но мне нравится что сейчас не очень холодно и я прям не мерзну иду так ну ладно весной и летом здесь очень красиво цветут цветы посмотрите как окутываю деревья чтобы они зимой не мерзли смотрите ну надо же здесь проходят всякие разные иногда фестивали какие-то шествия кстати вот за тем забором мы снимали видео о том как проходят съемки корейского короткометражного исторического фильма здесь летом либо весной на общем когда не холодно иногда люди выставляют какие-то свои рисунки картины вот очень красиво сейчас конечно показывать нечего но все же бывает и так не всегда конечно красиво смотрите какая странная картина ой какие странные статуи да сколько на них хожу смотрю и прям потом так глаза болят так здесь тоже какое-то консульство какой-то другой страны охраняемая территории так далее если вам нужна какая-то бумага для россии там что-то заверить или записан написать какое-то заявление все такое мы идем в консульство либо записываемся на сайте посольство в очередь либо приходим так и порядка живой очереди делаем свои дела консуль консуль заверяет росписи подписываются какие-то доверенности в общем все такое отправляется в россию очень все что нужно все у нас здесь такая вот площадка как вы уже знаете площадке у нас на каждом углу везде есть где деткам поиграть мягкое покрытие также здесь есть российская школа при посольстве где детки которые приехали с россии могут продолжать учиться но также конечно есть частные школы когда лёша приехал он сразу же пошел в корейскую школу а потом пару лет поучился в россии один класс закончил и в корее ходил в русскую школу русская школа в корее очень дорого это 600 тысяч наших вон в месяц то есть это где-то получается ну может быть 550 долларов где-то так смотря какой курс здесь также можно встретить много русскоговорящих людей деток все идут туда за бумажками территория здесь охраняемая здесь написано график работы посольства часы приема пойдемте так как сейчас очень много посетителей то у нас не пускают внутрь вот получается мне сказали посидеть вот здесь вот в предбанечке здесь между прочим тепло хорошее кресло документ я приготовила жду своей очереди вот такие вот талончики выдают берем и ждем когда тебя вызовут и так друзья вы представляете у меня получилось первого раза заполнить все сейчас я оплачу консульские услуги это 12 тысяч за каждый документ и все и так я все сделала все заверила пошла очень здорово конечно что можно с первого два раза все сделать раньше приходишь и что-то не так и нужно исправлять и заполнять хорошо что в консульстве есть компьютер и можно написать но это действительно занимает огромную кучу времени поэтому документы и лично я подготавливаю все дома также конечно есть агентства которые могут помочь с переводом заполнить документы все такое то есть кому как удобно поехала домой поехала домой я так рода я рода кстати нужен еще один документ но он нужен от лёши и так как лёша уже совершеннолетний должен сам прийти и заверить документы сам лично личным присутствием то я попросила проверить документ верно ли все заполнено консул сказала что верно и все теперь только осталось прийти лёше расписаться показать свое лицо оплатить пошлину и все заверение документа не недоверенность а именно например согласие заверение подписи стоит 12000 но это 10 долларов получается а доверенность от 36 до 75 тысяч так что дорого конечно дорого но куда деваться все я пошла домой все иду обратно домой все та же самая дорога тоже я очень люблю наше консульство я слышала что очень многие его на все рают и говорят что там стрёмно все вы знаете 13 лет назад когда у меня умер папа и у моей дочери не было паспорта она не была вписана в мой в мой загран так как ей было всего лишь месяц месяц два и мой папа умер когда ну вот 2007 году буквально через месяц рождения миланы и когда я пришла в консульство и просила что без ребенка я выехать не могу она постоянно висит на сиське то есть не ест абсолютно не бутылочку ничего консул вошел в мое положение и мне за сутки дали второе гражданство российская милане вклеили фотографию в паспорт вписали ее в мой паспорт перевели свидетельство о рождении поставили все печати то есть получается во вторник у меня умер папа а в пятницу я уже могла вылететь со всеми документами в россию конечно на корейской стороне у меня были проблемы так как нужен был корейский паспорт почему-то мой бывший муж и не знал что детям нужен паспорт в общем я бы и не успела наверное его сделать в общем со штрафами мы вылетели в россию и прилетели обратно в корею так что вот так всегда сколько я не приходила в консульство ко мне всегда относились хорошо всегда помогали рассказывали и никогда как-то некрасиво со мной не разговаривали поэтому не знаю те отзывы которые что-то пишут как-то не так о нашем консульстве я лично со мной все было хорошо мне все нравится так ладно о консульстве рядом естественно есть покушать ресторанчики щектаны да то есть по-корейски мы называем их щектаны вот везде можно перекусить также рядом находятся банки то есть можно оплатить за квитанцию либо по телефону раз и потом распечатать да я дать консульство либо вот сбегать вот сюда в банк взять бумажечку и все ой я так рада блин ну я как всегда заболталась так обрадовалась что с первого раза все получилось делать и забыла спросить то самое главное я хочу встать их на консульский учет так как ну в россию как бы пока ближайшее время не собираюсь и можно как бы я хочу выписаться из квартиры потому что мне там не нужно жилье и хотела же спросить как можно встать на консульский учет и прописаться здесь пошла блин обратно старею уже мозги так уже не те забила так ну все я все успела все узнала все спросила и так на консульский учет я уже встала они проверили по базе данных и я стою я лёша и милана мы все стоим на ку в консульском учете но это не является аналогом регистрации то есть если я выписалась россии то я буду там выписано а то что мы стоим на консульском учете она дает нам если вдруг мы захотим уехать в россию и нам нужно будет перевозить вещи то мы не будем платить таможенную пошлину а если мы не стоим на консульском учете то мы будем платить таможенную пошлину конечно здорово и приятно вот так вот друзья мои вы не представляете как я переживаю вы представляете у меня меня не будет прописки в россии я буду бомжиком что ли как то так прям переживательно у нас всегда в консульстве были мужчины а теперь нас там появилась девушка очень приятная так все хорошо объясняет прям вообще мне очень понравилось мне как всегда все нравится я довольна все отлично теперь осталось чтобы лёша все заверил и отправить в россию переживательно мне блин меня папа патриотом воспитывала я вот представляете даже прописки сейчас не будет знаете мой папа родил меня когда ему было 50 лет естественно он воспитывал меня вот с такими русскими традициями и все такое и им ну и в общем я не получила свое время гражданство когда могла потому что я просто не могла подумать о том что я откажусь от российского гражданства представляете то есть то у меня будет корейское гражданство а российского не будет и я не могла с этим смириться поэтому я этого не сделала сейчас конечно я очень сильно жалею потому что для того чтобы взять корейское гражданство нужно пройти кучу экзаменов обучение знать корейский язык иметь деньги работу короче трындец не все так просто все в общем сейчас я иду домой со спокойным сердцем что я все сделала все узнала и на душе действительно спокойно потому что с 20 лет всегда идешь в посольство и боишься что что-то не так что-то не подойдет не так написала не так и распечатала там еще что-нибудь не так и в общем сейчас все сделала с первого раза ура я молодец дец как молодец я я решила немного прогуляться смотрите вот дворец токсугун здесь находится который я снимала тогда для вас обязательно посмотрите он это очень интересно и посмотрите какая у нас тут елка здесь что-то все строят прям это центральная это центральная площадь района сенчон здесь находятся огромные отели такая вот смотрите елка и здесь находится очень старое здание вот она его строили еще японцы я специально сюда пришла чтобы вам показать дорогу я переходить не буду вот так такая площадь конечно телефон не передает всего великолепия красок которые вот я вижу своими глазами очень все красиво вон там внутри находится консульство так все поехала домой время уже время конечно вечером снимать не очень интересно конечно же на каждом углу можно перекусить здесь опять у день всякие сосиски в тесте а еще до сих пор продают газеты и также здесь придут лото корейцы очень любят в лото играть миланкина любимая да и 100 в общем в любом районе кореи есть посмотрите это вот станции сити холл первый выход в любом районе кореи где бы вы не находились везде есть что покушать какой-то магазин тысяча мелочей косметика какая-то в общем все самое необходимое в любом районе вы найдете но и тем более конечно силу это мегаполис и здесь все везде то что нужно на каждом углу переходим на зеленый свет на светофор никто не бегает если вдруг машин нету ох помню я раньше маленькая была постоянно так бегали машин нету побежала очень много у меня научила корея иду на автобус домой хочу хочу кушать покупался соскучилась и конечно же я не могла прийти домой с пустыми руками притащила опять продукты давайте вместе разберем купила чикапай кетчуп берем мы вот такой кетчуп он вкуснее от тоги и вот такой вот майонез потому что почему-то от тоги постоянно делается оливковым маслом мне он не нравится взяла листья кунжута морковку вот две морковки 1000 1 доллар приравнивайте практически один к одному цены наши и доллары вот еще и огромные морковки и взяла на распродаже гранаты три тысячи два граната то есть внутри доллара два граната они распродажные они стоят около трех тысяч одна штучка я такие уже брала и они очень вкусные у них очень мало корочки прям свежие ой прям как это по-русски то сказать не спелые вкусные я уже брала такие детям вот короче набрала пока распродажа витаминки потом взяла вот такие перцы распродажные я их сейчас порежу все и заморожу максу и кубику и вот взяла огурцы здесь их 5 штук стоит 2000 2 доллара вот получается за эти покупки я отдала 32 тысячи вон ну 30 долларов где-то так сколько это на русские деньги не знаю миланка убежала к чель к своей подружке филиппиночки сегодня просилась ночевать у них я разрешила вот лёшка еще на работе поэтому я сегодня сейчас делаю вот это вот все порежу почищу себе гранатик покушаю и буду монтировать смотрите сюда я почистила два граната сейчас сяду и покушаю а тебе нельзя обожаю гранаты все друзья буду заканчивать влог и ты тоже прощаешься со всеми и макс я вас всех люблю до новых встреч подписывайтесь на наш инстаграм всем пока куба скажи пока голос собак покормила все кушают а это мой ужин что-то не хочется мне есть ничего тяжелого и и сяду монтировать я продолжаю монтировать неделю влогов скорее всего когда вы смотрите это видео она уже вышла я очень волнуюсь это очень было для меня ответственно столько влогов делать столько монтировать поэтому я правда очень волнуюсь и надеюсь вам понравится пишите комментарии подписывайтесь и всем пока я вас люблю